МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Причина плохих дорог в Караганде – отсутствие ливневой канализации. Проблемы обсуждают много лет. После сильного дождя улицы превращаются в полноводные реки. 1 июля в Центральном парке Караганды состоялся ежегодный конкурс «Выставка – лучший товар Казахстана». Заявки на участие подали 87 местных производителей. В Караганде подвели итоги областного этапа национального конкурса «Мирилеотпаса». Победителей поздравил заместитель Акима области Жандос Абишев. Плохие дороги Караганды уже давно стали притчей во языцах. Чаще всего крайними признают дорожников, которые делают ремонт. Оказалось, что причина плохого качества дорог кроется гораздо глубже. Это ливневая канализация, вернее, почти ее отсутствие. В проблеме тонущих улиц разбиралась Фариза Улбаева. Ремонт дорог в Караганде напоминает бег по кругу. Не успеют отремонтировать разбитые дороги. Как в негодность приходят те, которые ремонтировали всего пару лет назад. Причин, конечно, достаточно. Но одной из наболевших является отсутствие ливневой канализации. После дождей вода стекает по проезжей части, разрушая все на своем пути. Например, у нас есть улица Ленина. На ней есть ливневки, и это только возле кинотеатра Ленина. А остальной части вообще нет. Только идет уклонным, естественным. И все выходит на Бухажирал, на Бульвар Мира. На Ирубаево практически почти нет. Начиная от Норкин-Абдирова и до самого низа ливневых нет. Есть много таких улиц. Ермеково тоже без ливневого практически. Там ливневки, тут только типография. В этом году в Караганде ремонтируют свыше 170 улиц. Впервые за много лет ремонт ведется в Сортировке и Пришахтинске. Капитальным ремонтом охвачена улица Гоголя. Только на нее потратят больше 2 миллиардов деньги. Но без ливневых канализаций деньги могут утечь вместе с дождевой водой. Когда делается капитальный ремонт дороги или средний ремонт дороги, желательно, чтобы ливневки были. Потому что вода все-таки отрицательно действует на асфальт. Она стоит на асфальте, машины все это ездят, разбивают асфальт. Когда морозит, он попадает в щели, разбивает, раздирает асфальт. Вода – это не очень хорошая вещь, если нет ливневки. Еще одна проблема – это закатанные в асфальт ливневки. В разное время этим грешили не только дорожники, но и работники обслуживающих организаций. Установить точно кто, когда и где закопал решетку практически невозможно. Карту ливневых канализаций города потеряли много лет назад. Ливневки на многих улицах, особенно в Октябрьском районе, находятся в ужасном состоянии. Не забитый грязью, отмечают горожане. – Машины надо ремонтировать. Много-много-много. Одно вытекает из другого. Много слезли, много неприятно. – Сейчас дороги как делают? – Закатали, ванна получилась. – Все. Даже вот у нас возле дворца проезд с левой стороны. Там была ливневка. Ее сейчас закатали. – Дороги у нас отвратительные, полностью отсутствуют. Ездить невозможно. Машины все в критическом состоянии. – Пока определяется победитель тендера и восстанавливаются утерянные данные. Город тонет после ливней и таяния снегов. Остается надеяться, что миллиарды, которые вложили в этом году в ремонт, не утекут вместе с талой водой. Фариза Албаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском центре травматологии и ортопедии имени Макожанова скончался Вячеслав Тыц, пострадавший при тушении пожара на поле падения частей ракеты-носителя «Союз». Медики сообщают, что пострадавший поступил с глубокими ожогами – 45% тела. Аким поселка Керни спас 4-летнего ребенка от смерти. Маленький Санжар упал в пятиметровый колодец и едва не захлебнулся. Как выяснилось, открытый колодец принадлежит местному кафе. Сельчане уверяют, что он всегда был открытым и только после несчастного случая администрация заведения решила ликвидировать проблему. Ликвидировать по-своему открытый колодец прикрыли ветками деревьев. Инцидент произошел около недели назад в селе Керней. В тот день в кафе проходила свадьба. Маленький Санжар остался без присмотра. По словам гостей, они не заметили, как мальчик пропал. Услышав крики о помощи и плачь о кемпоселке, Тулеген Иркибаев немедленно подбежал к колодцу и с трудом вытащил мальчика. Просто хотел посмотреть чисто из-за любопытства. Смотрю, что внутри тонет ребенок. Сразу бросился спасать. Я не думал, что колодец такой глубокий, имеется в виду. Глубина колодца была выше моего роста. Я сразу же поймал ребенка за руку, потом уперся ногами и застык колец, удержался. Потом начал звать помощь. Прибежала девушка и попросил, чтобы позвали людей, чтобы вытащить меня и ребенка. Сейчас у Санжара все относительно хорошо. Делался испугом. Как говорят родные, он наглотался много воды и часто просыпается по ночам от испуга. Мальчик получил сильный шок. Днем все в порядке, играется с детьми, не вспоминая о произошедшем, но по ночам очень плохо спит. Боится оставаться один и плачет. По словам Айдана Сапатаевой, колодец является собственностью кафе. Только после данного инцидента колодец закрыли, но не крышкой, а ветками деревьев. Асель Сазамбаева, Жексулы Кнурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Далее происшествия. На автомобильной трассе Караганда-Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие. Перевернулась грузовая автомашина КАМАЗ, груженная овощами. Эти фотографии наглядно показывают, что прокинутый грузовик перегородил движение другим автомобилем. Водителям приходилось ехать в объезд. Причины дорожно-транспортного происшествия неизвестны. В Караганде определены лучшие товаропроизводители области. 1 июля прошел ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Заявки на участие в конкурсе подали 87 местных производителей. 9 победителей в трех номинациях отправятся отстаивать честь области на республиканском конкурсе, который пройдет в Астане. В Центральном парке культуры и отдыха оживленно. С раннего утра здесь идут последние приготовления к региональному конкурсу «Лучший товар Казахстана». Ульяна Крылова приехала из Симиртау. Молодой предприниматель представляет компанию по производству детской мебели. Идея была моя. Изделия мы изготавливаем самостоятельно. И домики, и мебель мы изготавливаем самостоятельно. Мебель и домики, которые мы изготавливаем, нет аналогов в Казахстане. Ну и даже, наверное, в мире, потому что это разработано индивидуально нашими дизайнерами. Мы делаем ее вручную, раскрашиваем также вручную. Мебель изготовлена из дерева. Она покрыта нетоксичными красками на водной основе, тоже безопасными для деток. Конкурс «Лучший товар Казахстана» – это ежегодный смотр достижений отечественного бизнеса, являющийся авторитетным и масштабным событием. Здесь представлены товары легкой промышленности, продовольственные товары, продукции сельского хозяйства. Конкурс «Лучший товар Казахстана» проходит уже в 12-й раз. Для участия в заявке подали почти 100 предприятий. Среди них не только средний и крупный бизнес, но и индивидуальные предприниматели. В своем приветственном слове заместитель Акима области Жандос Абишев отметил, что сегодня в регионе идет активная работа по реализации программы индустриально-инновационного развития. Такие конкурсы стали хорошей традицией, потому что они не только демонстрируют имеющий потенциал, но и стимулируют предприятие к постоянному повышению качества выпускаемой продукции, внедрению высокотехнологичных производств, активному участию в формировании новой индустриальной политики. Это особенно важно в связи с активной интеграцией Казахстана во всемирные торговые отношения. Конкурс, как и в прежние годы, проводился по трем номинациям. Обладателем звания «Лучший товар Казахстана-2017» стала компания «Сарарканан Караганды». Продукция предприятия реализуется в более чем 250 торговых точках городов и районов области. Ассортимент продукции за год расширялся с 30 до 85 наименований. В номинации «Лучшие товары производственного назначения» дипломом первой степени было награждено предприятие «Энергосистем Элто». Оно является отечественным товаропроизводителем электротехнической продукции. Обладателем звания «Лучшие товары для населения» стала фирма «Сантехпром», действующая с 1956 года. Также приз акима Карагандинской области за достижения в области качества вручена компания «Биомерарматура». Завод работает по производству шаровых кранов для теплоснабжения, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности. Помимо основных номинаций были учреждены дополнительные по инициативе бизнес-сообщества. Победители конкурса примут участие на республиканском конкурсе, который пройдет в Астане в конце года. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скиф в Караганде представляет Суперакции с 19 июня по 2 июля Coca-Cola Zero Sprite Fanta 1 литр 149 тенге Чистящие средства Domestos 1 литр 489 тенге Скиф. Просто сравни цены. В Караганде состоялась церемония награждения победителей национального конкурса Мириля Отпаса. Это одна из самых ярких и душевных акций, направленных на созидание и объединение, а также на уважение семейных ценностей. В нынешнем году победителем конкурса стала Младсимиртауская, многодетная семья ветерана Великой Отечественной войны Николая Куриленко и семья Кабуловых из Каркаралинского района. Победителей поздравил заместитель Акима Карагандинской области Жан-Дос Абишев. Это деньгом и путем как санатория Жар-Дас. В соответствии с правилами победители конкурса определились путем интерактивного голосования. Отбор участников проходил в промежуточных турах в каждом регионе Казахстана. В конкурсе приняли участие сотни семей. Сегодня в этом зале собрались семьи, которые овеситворяют собой наши главные ценности. Преемственность покорения, воспитание в детях нравственности, духовности, ответственность за супружеском. На участие в областном конкурсе «Милинер-пасы» подали заявки более 200 семей. Из них только 72 были отмечены особо. Определились, как и уже заметили семьи, занявшиеся второе и третье место. Первый этап конкурса региональный, далее областной, победители которого отправятся в столицу. По итогам областного этапа Карагандинскую область будут защищать две семьи. Одна из них семья Кабуловых из Каракаралинского района. Образцовая многодетная семья воспитала 11 детей. Сегодня воспитывает 24 внука и два правнука. Стаж семейной жизни супругов – 58 лет. На конкурс мы приехали из Каракаралинского района. О конкурсе узнали в газете, собрали все документы, решили поучаствовать. Очень рады своей победе. Спасибо всем за поддержку. Вторые участники – семья Куриленко из Семертау. Глава семьи – ветеран Великой Отечественной войны Николай Куриленко. Вместе с супругом он воспитал пятерых детей. Есть 10 внуков и 7 правнуков. Стаж семейной жизни супругов – 65 лет. Глава семьи Куриленко считает, что секрет семейного счастья заключается в любви и взаимоуважении. В качестве приза они получили путевку в санаторий и почетную грамоту. У нас 65 лет совместной жизни. Вот такая у нас дружная семья, счастливая семья. Прожили мы счастливую жизнь. Благодарим всем. Я хочу еще благодарить наш Акимат, Акимат Караганды, что для нас оказывает такое большое внимание. Спасибо, спасибо Акимату и спасибо нашему президенту. Национальный конкурс Мирилл-Отпасы проходит четвертый год подряд и набирает большую популярность среди казахстанцев. Главная цель конкурса – это укрепление института семьи, нравственности, духовности и признание важности супружества. Как отметили организаторы, карагандинские семьи, как никто, соответствуют этим целям. Победитель отправится на национальный конкурс. С каждым разом число желающих растет. На первом этапе приняли участие около 264 семей. Среди них представители трудовых династий – металлурги, шахтеры, педагоги, спортсмены, сферы сельского хозяйства. Представители более 11 этносов – многодетные семьи, молодые семьи. В областную комиссию по определению лауреатов конкурса из городов и районов были представлены 72 семьи. По четыре семьи из каждого города области. Национальный конкурс с участием двухсемей из Карагандинской области и других представителей разных областей пройдет в городе Астана в сентябре 2017 года. Фариза Албаева, Жасан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За 25 лет становления независимости Казахстан пережил многое. Необходимо понимать, что экономическая модернизация неизбежно затронет гуманитарную сферу жизни общества. Председатель Совета ветеранов Уралды Турегожин считает, что казахстанцы должны адаптироваться к этим изменениям, быть готовыми к масштабным внутренним реформам. И все для того, чтобы реализовать главную цель – войти в тридцатку развитых государств мира. Если отойти на 25 лет назад, к истокам первым дням нашей независимости, то старшее поколение представляет себе, что было в тот период. Первые шаги нашего государства. Тяжелейшее экономическое положение. Вот тогда глава государства поставил задачу, чтобы в первую очередь развивать экономику. И вот 25 лет неустанного труда привели Казахстан к такому положению, когда он сейчас известен во всем мире. Он стремится войти в тридцатку самых передовых государств в мире. Директора и главные врачи лечебных учреждений Караганзинской области проходят обучение. Специально приглашенный бизнес-тренер рассказывает о том, как управлять проектами. Организатор семинара областное управление здравоохранения. Руководитель медицинского учреждения – это не только высококлассный врач, но прежде всего – это профессиональный хозяйственник. Таковы сегодняшние реалии. Как управлять эффективно? Как распределять бюджет? Как мотивировать персонал? На все эти вопросы руководители лечебных учреждений со всей области получили ответы во время специального мастер-класса, который организовало областное управление здравоохранения. Сегодняшний мастер-класс показал, что зрелость руководителей медицинских учреждений достаточно высокая. И управление проектами – это тот прорыв, который способен поднять учреждения на высокий уровень эффективности и производительности. Обучение специалистов показало, что сегодня это не просто знания, которые они приобретают, но и могут применить на практике. Причем это применение будет от самого высокого уровня и до того персонала, который будет вовлечен в управление проектами. В семинаре приняли участие руководители не только городских и областных диспансеров и больниц. Была представлена и сельская медицина. Урал Мажитов трудится на посту директора Центральной Улытаусской районной больницы. Он отметил, что подобные мероприятия чрезвычайно полезны. Мы, как руководители, многое здесь узнали, нашли многие рычаги для управления, для планирования. Я думаю, что эти тренинги нужны. И нужны не только для руководства, нужны и для заместителей. Что в дальнейшем, я думаю, улучшит планирование нашей работы, планирование наших кадров. После завершения мастер-класса всем участникам были вручены сертификаты. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Музее изобразительного искусства открылась новая выставка, посвященная значимому событию – Экспо-2017. На выставке продемонстрированы работы декоративно-прикладного искусства, выполненные мастерами из разных стран СНГ. Выставку уже посетили гости из России, Чехии, Малайзии и Кыргызстана. Эту шестиканатную юрту сотрудники музея установили специально для иностранных гостей. Внутри музея – убранство кочевой жизни казахов XIX-XX веков. Экспозиция составлена из 150 экспонатов. По словам сотрудников музея, иностранные гости чаще всего интересуются именно этой юртой. Областной Карагандинский музей изобразительного искусства тоже распахнули свои двери для мероприятия Экспо. К нам тоже уже приходят и немало гостей нашего Казахстана интересуются. Исходя уже из интересов иностранных гостей, мы запланировали свои выставки в залах, в которых мы сейчас находимся. Сегодня музей посетили гости из Томска. Галина Джулай жила в Караганде с 1966 по 1972 год, затем уехала в Томск. В Караганду приехала в гости. В музей Галина пришла вместе с внуками. Больше всего ей понравилось народное творчество. На выставке также представлены работы мастеров стран СНГ. Гости интересовались изделиями мастеров-стеклодувов и керамистов из Украины. Также их впечатлили расписные изделия народных промыслов России. До середины сентября у жителей и гостей города будет возможность посетить эту выставку. Андрей Тенажар Агибаева, Жаксулык Нурта и Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова